Перед нами лежит наше учебное пособие по петлицам Красной Армии периода 1941-1942 годов. Наша деятельность нашего клуба в основном направлена на поиск пропавших и погибших солдат Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. В этой работе важны все мелочи. Каждая мелочь может дать ключ к имени человеку. Наша основная задача увековечить память погибших. Увековечить память невозможно без имени того бойца, который мы находим. Каждая маленькая деталь важна. В данном случае это соприкосновение поисковой деятельности и реконструкция. Вы одно дело ищите, а здесь появилась необходимость создать такую коллекцию, чтобы люди, которые ищут, просто понимали с чем сталкиваются. Да, с чем сталкиваются. Объясню на простом примере. Вот сейчас мы в региональном отделении стараемся проводить работу в тех местах, где у нас есть списки потерь. Иногда бывает там, что попадаются солдаты, которые по тем или иным причинам могут быть одни на все подразделения. Допустим, как здесь младший лейтенант Химик. Защитная петлица, 42-й год. То есть сразу, чтобы люди, которые нас смотрят, понимали, это с 42-го года начинается? Нет, смотрите, это вот по приказу 35-го и 40-го года. То есть это то, с чем началась война. Да, да. Вот, по приказам, да, 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 да. То есть в соответствии там рода войск, звание, то есть они вот отличаются. Ну так, в двух словах. То есть это у нас? Это у нас идет комсостав от младшего лейтенанта до полковника. Здесь красноармейцы и младшие командиры. То есть просто пустое поле. Это красноармеец, потом ефрейтор с одной треугольником сержант, младший сержант, два треугольника сержант, три старший сержант, четыре старшина. То есть, соответственно, это рода войск? Да, это рода войск. Танкисты, медицинская служба, связь, пехота. Это у нас саперы, это у нас ВВС, это у нас идет НКВД, краповое поле, зеленое поле с такими же пехотными петлицами. Это пограничники, это кавалерия у нас, это медицинская служба. В данном случае из-за того, что белая змея, обвивающая чашу, это ветеринарная служба, автобронетанковые войска. И, соответственно, опять пехота только вот уже в командирском варианте. Командирские чем отличаются? То есть, у них нет выпушки и у них идет золотой галлон 4 мм шириной. А цвет поля такой же, как и для родов. А это, соответственно, лейтенант? Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник. И с 1942 года? Вот эта вся красота уходит? Приказ вышел 1 августа 1941 года о переходе на полевое обмунирование с защитными эмблемами. Но, во-первых, хаос, не то что хаос, а вот эта неразбериха начального периода войны, когда формировались только фронты, более крупные какие-то подразделения, когда стабилизировалась линия фронта. То есть, сразу для всех довести новый приказ не представлялось возможным. И, соответственно, это требовало снабжения. И, соответственно, массово защитные петлицы пошли только с начала 1942 года. И даже в 1942 году, допустим, мы это представили на вот этой паре лейтенантских петлиц, артиллериста, то есть использовали еще незащитного цвета кубики, да, с красной эмалью, незащитного, и не крашеного. Да, это уже защитного цвета. Тут вот они в двух вариантах либо с эмалью, либо просто крашеные. То есть, они в двух вариантах были. Но также и в нашей практике было, в прошлом году мы поднимали командиров Красной Армии, у которых были еще красные эмальевые кубики, да, но они погибли в 1942 году. То есть, там период с июля 1942 по январь 1943 года. Ну и, соответственно, это тоже солдатско-сижанский состав, а это уже офицеры. Да, 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 да. Это тоже командиры. Офицеры пошли с 1943 года. До 1943 года, до ведения погон, были командиры Красной Армии. А с 1943 все поменялось и пошли погоны? С 1943 пошли погоны. Это у нас тоже в проекте. Сделать еще два видеоурока по погонам повседневным и полевым. Но это чуть позже. Сейчас мы, конечно, в основном работаем, где 1941-1942 год был. То есть, у нас планы. И, соответственно, в первую очередь мы сделали два видеоурока именно по 1941 году и уже по защитным петлицам. Покотные треугольники. Вот эти вот. Они для сержантского состава. То есть, от ефрейтора до старшины. Вот они. Допустим, у старшины еще одно отличие есть. У него стандартная петлица, но внутри еще галун 4 мм. То есть, он как бы переходной получается между рядовым сержантским составом и командирским составом. То есть, такой вот переход. Иногда... А, вот для сержантского состава также вот еще полагалась полоска. То есть, от ефрейтора до старшины. Вот красный галун такой посередине. Но не всегда соблюдалось. И... Мне, мне... Да. Не всегда соблюдалось. И даже на довоенных фотографиях видно, что, допустим, для красноармейца петлица. Ну, это старший сержант использовал. Вот это конкретно мы петлицу сделали в честь старшего сержанта Любушкина. Иван Тимофеевич, который получил звание Герой Советского Союза здесь у нас на Первом войне. В знаменитом бое Катукова против Гудериана. Вот. С его фотографией мы вот взяли петлицу. Даже расположение танка. То есть, оно должно быть ровное. Вот как на этом, да. Но у него он был под углом танк. То есть, мы сделали в точности один в один. То есть, это, во-первых, и пример ношения петлицы. И, соответственно, ребятам уже рассказываем об истории тех боев, которые происходили на тех местах, где ведем поисковую работу.